И снова здравствуйте! На этот раз речь пойдет о, наверное, самом неоднозначном хип-хоп-альбоме на сегодняшний день. Я прекрасно представляю, как у многих людей начало полыхать от прослушивания альбома, в частности от массового использования гостевых вокалов от поп-артистов и пережевывания все тех же личных и социальных тем, которые были так или иначе предоставлены и высказаны, ну, в предыдущих релизах. Я же постараюсь несколько взвесить их гневные отзывы и разочарованные интонации, вызванные этим альбомом, предоставляя несколько более позитивное отношение к данному релизу. В двух словах, лично мне альбом понравился, несмотря на очевидные ямы, в которые он спотыкается и очень часто. Eminem, ну, или Eminem, как вам угодно. Это как раз тот самый случай, когда вообще не стоит говорить, кто это такой и чем он известен. Даже те, кто не фанатеют от хип-хопа, как минимум знают, кто такой Marshall Matters. 15-го числа нам был предоставлен 9-й по счету альбом под названием Revival, то есть некоторое возрождение, выданное нашим маэстро. Следует понимать, что название альбома уж очень созвучно с предыдущими релизами Relapse и Recovery. И лично мне кажется, что данный релиз является некоторым фоллоуапом этим двум альбомом, как раз еще потому, что слишком часто он рассказывает вот эти личные истории Эмма, касательно его проебов вот в семейной жизни, наркотической зависимости и так далее. Тем не менее, а блога альбома вносит некоторые поправки в этот личный посыл альбома. Она представлена нам американским флагом, за которым фейспалмит, собственно, Эмма, выражая свое, ну, негодование страной и современной политико-социальной системой страны. Плюс, принимая во внимание его нашумевший диск на Трампа, я лично ожидал остро-социальный альбом до тех пор, пока не увидел его трек-лист. Полный имен поп-исполнителей. Моя первая реакция была примерно такой вот, максимум фрустрации, которая только может быть. Но поскольку я человек широких взглядов и еще более широких пропорций, я все-таки решил вначале выслушать, что нам решил предоставить именем, а потом уже судить. Вот чем мы сейчас и займемся. Вот вышеупомянутая блога и название альбома все-таки служит некоторым обманным маневром, поскольку реально социально направленных треков от силы несколько из девятнадцати. То есть треки Offended и Untouchable, и может быть, ну какие-то еще парочку можно притянуть к социальному посылу Эмма. Но практически все, все остальные треки лично, мне кажется, излитием души касательно отношений, людей, семьи, карьеры нашего маэстро. И это не слушается как что-то новое и сколько-нибудь интересное. Другими словами, мне кажется, что все-таки это один из последних релизов, которые будут вот теми эмоциональными стоками Эминема, где он может откровенно высказаться о самых сложных эмоциональных вещах, о которых намного сложнее говорить вот простой речью. Поэтому он очень и очень часто повторяется, возвращаясь к темам разрыва со своей бывшей женой, вопрошая, почему ему удалось стать хорошим отцом своему ребенку, но не удалось стать настолько же хорошим мужем, как вот в треке Bad Husband. Он также балансирует между самоуничижением, вот как в треке Walk on Water, и самовосхвалением в треке Believe. Несмотря на то, что очень и очень многие англоязычные критики плюются от сверхпростоты и местами даже тупости текста альбома, стоит напомнить им следующее. Во-первых, это именно вы, ребята, позволили современному хип-хопу состоять из двух слов, которые можно просто повторять под качающий суббас. А во-вторых, ребята, вы еще не слышали русскоязычные рэпы, так что молитесь на Эминема. Короче, ребят, вы зажрались. А если серьезно, практически каждый трек представляет собой эти авторские многорифмовые строчки, где в каждой строке может рифмоваться несколько фраз или даже слов подряд, что уже классно и для меня очень ценно. Мне нравится эта символика, как в треке Chloroseptic, что является отсылкой к медикаментозному средству, лечащему кашель и боль в горле, которая предназначена для современных англоязычных рэперов, от которых Эмма тошнит, вот как можем услышать в этом треке. Что больше обидно, это единственный трек с приглашенным рэпером Фрэшер. Но мы к этому еще на самом деле вернемся, да. Также, касательно личных моментов, мне нравится этот символ замка в треке Castle, описывающем попытку Эмма создать безопасный и красивый мир для своей дочери, которая вместо этого сделал его и ее, что называется, одинокими на троне, как он сам выражается. И подобного в тексте достаточно, если немножко ковырнуть. Тем не менее, несмотря на то, что текст здесь довольно толковый и сделан технично, он повторяется. И я не могу сказать, что буду рад его слышать в будущем вот в очередной раз. Я фанат музыки Эмма, но все-таки мне бы хотелось услышать что-то вот, что-то новое по лирике. Вот с битами у альбома на самом деле здоровенные неприятности, которые слышно практически в каждом втором треке. Сделаны очень сыро, мелодики минимум, ритмики и грубо, ну тоже минимум. Опять же, крутыми получились треки в первой половине альбома, плюс трек In Your Head, сэмплированный из трека Zombie от Cranberries. Даже сугубо трэповые биты служат скорее пародии на нескульный звук, что ли, нежели попыткой сделать что-то действительно схожее по атмосфере. Мне очень нравится большинство фитов, на самом деле, за исключением этих вокальных бабских визгов в треках Tragic Endings, Snow We're Fast и Like Home. Отдельно хочу отметить крутые перформансы от X Ambassadors и, внимание, Эда Ширана в соответствующих треках Bad Father и River. Нет, треках Bad Husband и River. То есть, как это часто бывает с большими и долгоиграющими альбомами, из этого релиза можно было бы вырезать, ну вот, добрую треть, и от этого альбом выиграл бы. А вообще, мне бы хотелось на будущее, чтобы продакшн сочинялся исключительно доктором дрэ, как это было во многих предыдущих альбомах. Плюс, мне бы тоже очень хотелось, чтобы Эмм наконец-то отходил от попсового звучания и привлечения поп-исполнителей, приглашая современных рэперов вместо этого. Вот просто представьте, да, представьте на минуту, какими бы могли быть фиты Эминема с Кендриком, с Тайлером, который The Creator, или, например, с Run The Jewels, да? У меня вот только от одной мысли уже будоражатся мозги, от охренительности такой возможности. То есть, мне все-таки хочется верить, что Эмм пошел на создание настолько сомнительного и ботхертного альбома исключительно в целях провокации, чтобы стать, ну, примером того, каким может быть хип-хоп по всем канонам. Вот не выхолощенный бит с тупорылейшим текстом, а наоборот, вербальные акробатические этюды с довольно скромным инструменталом. Да, мне альбом понравился, особенно тем, что очень много Эмм стебался над современной музыкой, следуя уже устоявшемуся для него поп-рэп-шаблону. Тем не менее, повторюсь еще раз, хочется в будущем реально нового. Хочется новой истории, нового звука, подкрепленного вот безумно техничной подачей Эмминема. А так, 3,5 из 5. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, страничку в твиттере и в инстаграме, ссылки, которые вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо, всем пока!